ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую вас, господа танкисты! С вами я, эксперт танкостроения и танковых игр, обзорщик от Бога и Истина в последней инстанции. И сегодня я сделаю обзор на Т-32, танк, который не случайно называют машиной боли, кактусом и ебаным корытом. Потому что Т-32 это поистине машина смерти. Вашей смерти. Центр тяжести у этой машины находится в башне. Именно там сконцентрирована вся броня, которую соскребли со всех остальных мест. Новейшим решением в области танкостроения стало место расположения боеукладки. Она лежит прямо на полу. По ней постоянно топчутся заряжающие, которые в случае подрыва этой самой боеукладки катапультируются из танка через специальный люк, который находится у него над головой. По его горящей заднице в небе высшее командование делает вывод о потере боевой единицы. Изначально боеукладку с фронтальной стороны хотели прикрыть листом шифера. Впоследствии заменили его на 95-миллиметровый лист жести. Этот обманный ход призван сбить с толку противника. Мол, боеукладка у нас в самом бронированном месте, то есть в башне. А там так, бардачок, всякая хуйня не нужна. К сожалению, эта хитрость конструкции была довольно быстро раскрыта. Экипаж в танке располагается строго по фэншую и военной хитрости. Например, командир танка сидит прямо позади наводчика и отдает ему приказы напрямую, щекоча подмышки и отвешивая поджопники коленями. Например, ствол немного вправо, щекочем правую подмышку. Ствол влево, щекочем левую. Команда «Огонь» отдается лихим подсрачником коленом. Благодаря такой системе, контуженный и оглушенный наводчик все равно продолжает вести бой. Слева на башне закреплена гусеница смерти, которая имеет 30 мм брони и прекрасное осколочное поражение. При любом попадании в эту гусеницу, экипаж моментально превращается в фарш. Еще одной военной хитростью стало яйцо на тыловой части башни, выполненное неизвестным скульптором из довольно крепкой брони. За этим яичком вскрывается всего лишь радиостанция, однако яйцо навевает вражеским танкистам мысль о чертовски уязвимом месте. И они так и норовят врезать Т-32 именно по этому яйцу. По совокупности вышеперечисленных достоинств, машине присвоен боевой рейтинг 7.0. То есть 90 мм пушка Т-32 с перезарядкой в 16 секунд будет встречать в своем прицеле такие танки, как ИС-3, ИС-4, Маус, Т-54 и так далее. И это настоящий хардкор. Настоящий хардкор для этих машин, ведь они их встретят на поле боя Т-32. И вот они, вот они джунгли. Самое место для Т-32, потому что танк абсолютно дикий. Танк настоящий убийца. 204 мм брони, заряд пороха в этом снаряде, как в пистоне у детского пистолетика. То есть чисто-чисто шумовой-шумовой снаряд. Я бы его назвал реально светошумовой снаряд для танка Т-32. Тупоголовый, с остроголовым, баллистическим хрен знает, что за колпачком. Там дамага никакого, зато пошугать можно. Так, и что я вижу? Я попал в бой, где есть Маус, Т-54, еще какие-то крутые танки. Пантера 2, это значит, что Т-32 оказался в своей стихии. Да-да-да, среди акул, просто лев, лев среди акул. Я не знаю, сейчас придется всех порвать. Не знаю, почему-то первым делом зарядился фугас. Предупрежу команду противника этим выстрелом о своих намерениях. О том, что Т-32, сука, настроен серьезно, Т-32 настроен рвать. Стрелять буду, пожалуй, карандашами, потому что иначе такие танки, как Т-54 Маус, можно только пощекотать этим светошумовым снарядом, который идет под номером 2. Карандашиком хоть проткнуть можно, там, пару танкистов насквозь. Этой просто рыцарской пикой. Непонятно, каким ветром занесло бедолагу на СУ-100 в этот адский... А-а-а, в этом, в этой игре же, да, СУ-100 считается крутой машиной. У нее там, она, по-моему, четвертого, да, уровня топовая. Жесть, конечно. СУ-152, главное, четвертого, а СУ-100, блин... Ай, 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 а я, кстати, не помню. Ладно, хрен бы с ним. М-60 очень, очень, очень незаметно торчит. Стволу у Т-32 базара нету, абсолютно снайперское оружие стреляет вдаль просто. Бам! Не пробили. Карандаш, к сожалению, не взял могучую, могучую маску орудия у среднего... О, боже, как я... А, я не сдох, я не сдох сейчас только потому, что, видимо, это бот выстрелил. Я знаю, я знаю, как убить Т-54. Надо попасть карандашным снарядом ровно в пулеметную дырочку в маске орудия, чтобы снаряд просто влетел в нее и... 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 и что? И убил пулеметчика, я не знаю. Без пулемета Т-54 это уже будет... О! Это был наш шанс! Да! Боеукладка! Да! Первый фраг, мать его! Т-32, уважаемая власть! Сука, знай мою силу! Кто там в дыму? В дыму гасится там какой-то... О! О! Все, все, танк, танк! Сука, блин, что, с первого выстрела что-то? Движок сломали, что ли? Движок... Движок General Motors, к сожалению, дал осечку. Это очень редко бывает. Сейчас прострелю... прострелю ботом колеса. Буду из пулемета отпугивать, сука, врагов, потому что команда меня нихрена не хочет прикрывать. Она думает, что, ну, Т-32, он так круш, что сам справится со всей... Пожалуйста, зарядись. А! Да, точно в цель! И приболел наводчик в 54-ке. Пошел писать заявление, сука, на санаторно-курортный отпуск. Сейчас еще попробую из пулемета в дырку пулеметную попасть. Нет, ну не дайте же ему стрелять, господи! Команда, команда, ну... О, нет! А, черт, отлично! Муэ, 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 муэ. Ну, зато видно, что ствол нарезной, да? А не фигня какая-то. Все, надо срочно... Надо срочно пересаживаться в самолет из этого танка, чтобы в самый страшный момент не оказаться внутри. Давай, бля, хамуха! Не успел, не успел экипаж, к сожалению, телепортироваться в самолет. И был подбит предательским снарядом в борт. Снаряд пробил колесо, гуслю, все боеприпасы, которых у меня непонятно, почему так много. У меня вроде 28 боеприпасов, а внутри танка нарисовали, как будто у меня они там вообще повсюду разложены. Ох, это да! Снова бой, снова джунгли. Я же говорю, этот дикий танк, походу, вообще нигде, кроме джунглей, не выпускают из ангара. Просто он невероятен. Он просто житель джунглей. Его место здесь. Он как могучий Джо Янг. Видели этот фильм про гориллу? Вот такая же горилла. Это Т-32. Просто нерушимая машина. 7.0 балансный рейтинг. Боевой рейтинг. В смысле, хотел сказать, балансный вес по привычке. Ух, огонь просто. Смотрите, двигатель просто 1500 лошадиных сил. Выдали такие 30 километров. Правда, пришлось для этого с горы поехать. Вот 35, но в реку... Я уверен, что если этот танк на салазках спустить с Эвереста по снежной шапке, я думаю, что он и 300 километров разгонится. Просто до конца не изучен потенциал этой машины. Могучий. А вот здесь сзади я чисто вижу, что в яйце есть место для флага. Для американского флага демократии и свободы. Почему? Почему здесь не нарисовали флаг в этой игре? Я требую. Я требую, чтобы, сука, у этой машины развивался флаг. Чтобы враги издалека ее видели. Чтобы у врага, понимаете, был шанс заметить и понять, кто их сейчас убьет. А убьет их, сука, Т-32 своей могучей пушкой. Он даже не сваншотил второй ИС с этим карандашиком своим. О, вот, вот. Т-32 оказался в своей стихии. Перезарядка. Ой, блин, это... Перестрелка. Перестрелка с ботами. Это то, для чего создан Т-32 в этой игре. Бам! Еще одному карандашом. Снова никакого ваншота. Перезаряжается он... Перезаряжается Т-32 со скоростью бабуси, которая считает мелочь там какую-нибудь в магазине, создавая очередь, как бы, из 50 человек. Вот. Он пробил Т-32, покарал, покарал бота. Просто бота третьего левела. И доказал, доказал этим, что эта машина просто смерти. У меня уже два фрага. Смотрите, оба боты. Но кому какое дело. Танк есть танк. Снова 54-ки проносятся мимо. Здесь вообще, наверное, на Т-32 других танков это не видно. К Т-32 в комплекте, я смотрю, идет офигенный самолет, у которого аж 10 ракет. Каждая ракета примерно такой же мощности, как и снаряд светошумовой у Т-32. Она вообще никого не убивает. Это тоже элемент запугивания, знаете. И вообще этот самолет на матрас похож. Какие-то косые пулеметчики. О, ИС-4. Нихрена ты мой, чувак. Ты мой, чувак? Да! Да, твою мать! ИС-4М был нагнут. Нагнут, а фрак записали на счет Т-32, Т-32. Смерть машина. Ой, блин. Ух, прям, прям, прям вот чувствую, как просто это... Это, не знаю, изда на этом танке, это украшение зверя просто вообще. Прикроюсь пальмой, замаскируюсь, замаскируюсь под дерево. Все, это вообще нерушимая пальма, которую хрен пробьешь. Плюс еще и маскировка. Это все, это победа. Сейчас я, я сейчас затащу этот бой. О, стопэ, надо сбить. Ведь у Т-32... У Т-32 на крыше ведь нету пулемета. Черт. Я привык, что у всех американцев есть на крыше пулемет. Но Т-32 такой крутой танк, что ему пулемет на крыше просто не положен. Боевой рейтинг 7.0, твою мать. Это вам, блядь, не это. Не из пулемета тут самолета щелкать. Сражайся с танками. Ну и третья карта. Это произошло... Произошло чудо. Т-32 попал не в джунгли, в привычную, а на пепельную реку. Тем более, я уверен, что эта река не была пепельной. Это была нормальная река, пока сюда не попал Т-32. Вот после того, как попал Т-32, река стала пепельной. Она просто пересохла, охренев от того, какой танк попал в этот бой. Балансный вес 7.0. 80 миллиметров брони в боеукладке. Ой, блядь. То есть, вы понимаете, да, что танкисты в Т-32 должны были иметь просто стальные яйца. Поэтому танк так тяжело ездит к весу, к весу этой могучей брони. Что? Что такое? О, боже! Ягдтигр включил режим стелс, он стал невидимым. Прости, чувак, у тебя очень классная маскировка, я тебя не видел. Вот, к весу брони этой могучей машины, мощнейшей, 83 миллиметра в боеукладке, блядь, забронировано, добавился вес стальных яиц этих танкистов. Что, опять какая-то невидимка не даёт мне проехать? О, боже, это какое-то дерево включило режим стелс, наверное. Смотрите, дерево-невидимка. О, чёрт. Какие хай-тек технологии здесь. Интересно, а у Т-32 есть режим невидимки? Нет, у Т-32 есть фугас, который по умолчанию почему-то оказался заряжен в ствол. Каждый раз одно и то же. Может быть, из этого танка надо стрелять фугасом? Может, этот ствол в виде слонового носа изрыгает отличные фугасные снаряды, которые ваншотят всё живое? О, кстати, по поводу фугасных снарядов я попозже ещё сделаю нарезку классных шотов из ИСУ-152, которая зверобой, могучая машина, вообще зверь. Просто король ваншота. Три раза в борт КТ выстрелил. Даже, блядь, не знаю, даже краску не поцарапал. Ну, ну, заряжаемся. Вообще, Т-32, он как бы слишком гуманный. Он никого не ваншотит, он даёт всем шанс понять, как бы, что... Вот, я собираюсь тебя убить, чувак. Во время перезарядки, как бы, что пока Т-32 перезаряжается свои, там, 20 секунд, чтобы у экипажа вражеского танка, сука, вся жизнь перед глазами пролетала по кадрам. Вот так. О, Леопард-1 вообще. Ну, Т-32 опять свои стихии, да? Вон, опять Маус, всё понятно. Да, Т-32 будет биться просто, биться с этими титанами, блин, я не знаю. Это всё равно, что выйти в такой бой на Т-32, это всё равно, что в поединок рыцарей выбежать с голой жопой и дубиной, обмотавшись шкурой леопарда, сука, из пещеры. А там тефтонцы такие, знаете, там, в тяжёлой броне. Вот, вот, примерно такие чувства я испытываю, когда играю на этой машине. Это просто... О! Он вообще куда-нибудь пробивается? Почему маркер прицела постоянно красный? Возможно, Т-32 настолько суров, что у него прицел одноцветный в комплекте идёт. Он не меняет цвет. Он всё время брутально красный, означающий цвет крови, что сейчас ты выстрелишь, и враг умоется кровью просто. Может, это... Я не знаю, может, Т-32 насквозь может камень пробить, за которым враг стоит. Ведь Т-32, блин, ба... Сука. Боевой рейтинг 7.0. Он явно... Он явно должен просто всковыривать своей пушкой доты, бункеры там, не знаю. Он должен с этой карты выстрелить и убить Гитлера в его бункере, потому что это, сука, Т-32. Это боевой рейтинг, сука, 7.0. Это пушка 90 миллиметров. Чё, бинокль-то в комплекте идёт? О, отлично вообще. Никого не видно. Интересно, а если нам... Блин, не может ли Т-32 стрелять в режиме миномёта навесными снарядами? Потому что мне кажется, что я не до конца изучил эту мощнейшую машину. Мне кажется, что если Т-32 положить на бок, то он будет стрелять куда-нибудь за угол. Не знаю, может, он умеет снаряды закручивать. Боевой рейтинг 7.0, сука. 80 миллиметров брони в боеукладке. О, ИС-4, получи, получи. Конечно, предупредительный. Первый коронный, второй похоронный карандашом. Сейчас проткну его, подождите. Ну, ИС-4, как обычно, он единственное, что смог придумать, это сюда башню повернуть и стоять, ни хрена не делать. Правильно, я бы делал то же самое на его месте. Именно так, именно так воевал выдающийся немецкий ас Курт Книспель. Просто он стоял и кустодрочил. Просто по-другому не набить столько фрагов. Там какой-то Т-10М, что это такое? Получи, получи. Я поцарапаю ему краску, я... Т-32, он как бы, знаете, подрывает бюджет, бюджет вражеской страны. Они теперь будут танк перекрашивать. Заряжай. Заряжай, чувак. Давай черномазой, заряди это дерьмо. Точно в цель. Смотрите, кто там, яйца, яйца наводчика были проткнуты карандашным снарядом. Молодая не узнает, какой у парня был конец. Вот сейчас прям в советский герб. Давай Т-32. Ух, попал. Ну все, герб Советского Союза, это ваншот. Бомбанула гордость экипажа как бы. Нихера себе. Гвардейское знамя было прострелено карандашным немецким снарядом. Это позор. Это расстрел. Мы лучше сразу подорвемся. Там Т-10М, походу, у меня палец сидит, сука. О, еще Т-10М, Т-10М, я смотрю. Довольно попсовая машина, примерно как этот, как Хендай Солярис, походу. По скидке всем продали, теперь все на них и ездят. Перепаркуюсь за соседний камень. О боже, какой благоприятный угол брони. Карандаш, выстрел, да! Это кто? Это водитель, водитель, как в позе, знаете, Формулы 1. О, нет, опять самолет. Черт. Походу, походу, Т-32 можно убить только с воздуха, поэтому на меня постоянно нападают самолеты. Где ты? Где ты, подонок? Да, Т-10М был ваншотнут могучей тридцать двойкой. Да, смерть, смерть, Т-32, блядь, боевой рейтинг 7.0. 83 брони в боевых хладких. Вообще, знаете, у каждой машины есть как бы слоган, да, у каждого производителя машин, там, управляй мечтой, там, не знаю. Что-то мощность доступная каждому, там, и все такое. Т-32, он, знаете, короче, это такой танк, он единственный танк перед топом Америки. У Америки там не три пятых левела, как у всех, а один, то есть. И чтобы вот он слишком легко и просто не доставался, Т-32 просто создан, чтобы сосать член, потому что танк абсолютно вообще ни о чем. Балансный вес у него здоровый, как у коня. Вот. Поэтому я бы сделал такой слоган, Т-32 почувствуй вкус минета. О, Маус, Маус, на тебе, сука, бомб, попробуй от них уехать. Ну-ка, как тут камера на бомбы? Они что, мимо упали? О, как мышка быстро сдернула, ты посмотри, я не знал, что он так быстро ездить умеет. И он даже не взорвался. Охренеть можно. Черт, это, наверное, самолет, этот бомбардировщик, наверное, от разработчиков Т-32. Ё-моё. Я вижу руку мастера, как бы. О, и, 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 и истребитель забрал меня тараном? Да вы что, издеваетесь? Мне даже фраг не дали за эти полеты. Отличный воздушный бой, твою мать, вот это да. Он войдет в учебники. Сука, на тебе. Даже пушку ему не смог попортить Т-32, в то время как мой экипаж был контужен просто из пулемета. Оно 80 миллиметров брони. А что вы хотели? А, это из самолетного пулемета, ну понятно. А это что еще за хрен выехал? А, подожди, чувак, подожди. Дантес, не стреляй, у меня перезарядка. О! Это выехала, наверное, пожалуй, еще более убогая машина, чем Т-33. О, боже! О, ни хрена себе. А как он так быстро в гору едет? Ты что, там советский движок, блин? Советский танк не может так быстро ездить? Если бы Россия или Советский Союз умела, где-то такие мощные движки, я уверен, что мы бы в гонках побеждали, а не какие-то там бездушные Феррари. Там бы наша Приора просто всех рвала. Да, Т-32 был, к сожалению, нагнут предательским советским снарядом в морду, но это ничего не значит. Т-32 все равно, сука, король. Боевой рейтинг 7.0. 83 миллиметра брони в боеукладке. Ну или что-то там в 93. Да кому какая разница? Все равно броня там в боеукладке у него ни о чем. Т-32. Ух ты, ни хрена он читует. Смотрите, как он стволы навел. Вот это мастер, бля. Вот это скилл у чувака. Нихуя себе. Чувак, а ты в разные стороны их развести так же можешь, чтобы влево-вправо стрелять? Это было бы круто. В общем, все. Играйте на Т-32. Т-32, почувствуй вкус миниета соленого. Играть лучше под пиво. Ух, все. Всем спасибо. Чего-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адье.